В этом видео я расскажу про шопинг в Милане. Но это для тех девушек, женщин и молодых людей, которые планируют покупать качественную и стильную одежду от 80 до 300 евро. То есть в диапазоне от 5000 рублей до 20000 рублей за одну вещь. Я живу в Москве. Я понимаю, как сложно обычной девушке, женщине, купить себе нарядное и качественное платье. Все, что предлагается за 5-10 тысяч рублей, либо похоже на мешок, либо своим качеством смахивает на тряпку. Что-то интересное в Москве мы можем уже подобрать от 30 тысяч рублей. Но как быть девушке, у которой среднестатистическая зарплата в Москве 30-50 тысяч рублей? Если взять не Москву, а провинцию, там зарплаты 6-15 тысяч рублей. Если у такой женщины нет обеспеченного мужа или родителей, если она не работает на себя, конечно, с таким доходом она, одеваясь в России, будет выглядеть очень и очень скромно и простенько. Есть еще вариант – шить одежду на заказ. Но этим хотят заниматься очень и очень немногие. Слишком затратно по времени. Женщине хочется выглядеть привлекательно и модно в любом возрасте, особенно в молодости. Но в нашей стране, к сожалению, очень низкий доход. Очень сложно зарабатывать деньги самой. Я, как преподаватель английского, раньше проводила не только дорогие индивидуальные уроки, но и групповые занятия в различных компаниях. Все ученицы до одной очень хотели ту или иную вещь. Брали какие-то кредиты на одну сумку из змеи, занимали у подруг на новой платье. Я много слышала, что проблемно одеться в Москве. Не хватает средств на гардероб. Если вы, девушки, женщины и мужчины, согласны, что это так, и у вас есть средства 15-20 тысяч рублей на билет Москва-Милан-Москва, простой отель на 3 дня, и вам удалось накопить хотя бы 100-150 тысяч рублей на шопинг, тогда это видео для вас. Стоит один раз в год съездить в такой город и весь год потом не думать о своем гардеробе. Я также была в Париже, в Каннах, в Риме и Лени на шопинге. Там много качественной и стильной одежды. Но недорогой одежды итальянских брендов я не видела ни в одном из этих городов. Все стоит на порядок дороже. Про одежду и обувь люксовых брендов, как Гуччи, Кассадей, Шанель, Блумарин и так далее, мы не будем говорить, так как эти бренды вы можете найти на любой бутиковой улице в любой стране. Милани – это улица Виа-Делла Спига, Виа-Монте-Наполеоне и еще две улицы, которые соединены между собой с улицами Монте-Наполеоне и Делла Спига в виде квадрата. В этом видео я расскажу про стоки и аутлеты, где с 50-70% скидкой вы сможете купить люксовые бренды прошлых коллекций. Также расскажу об итальянских брендах, неизвестных или малоизвестных в Москве, но очень стильных и качественных при весьма невысокой стоимости. Первый раз я была в Милане лет 6 назад, когда евро был еще по курсу 30 рублей. Мне хотелось тогда купить одежду люксовых брендов – Прада, Кавали и т.д. В обычных бутиках я была не во время распродаж. Цены на одежду были такими же, как и в Москве. Я решила поехать в аутлеты. Я была в тех аутлетах, которые находятся за чертой города Милан. Они предлагают автобусы, и вы можете добраться до них, к примеру, до Серовали Аутлет. Там очень много магазинов. Это сток, а брендовые вещи с большой скидкой. Вы потратите весь день, но вряд ли что-то купите. Ассортимент был очень неинтересный. На мой взгляд, там был выставлен весь неликвид. Поэтому в этот аутлет, так и в остальные, такие как Фокстаун, находящиеся за чертой города, я вам ехать не рекомендую. Также я погуляла по знаменитой торговой улице в центре Милана – Корсу-Бен-Сайрес. Улица Корсу-Бен-Сайрес протяженностью несколько километров. Но там мне показалось очень странные вещи по цене от 150 евро и выше. Очень странный ассортимент. Поэтому шопинг 6 лет назад у меня не задался. Я вернулась в Москву с почти не потраченной суммой денег. Потом, еще через 3 года, я попробовала приехать в Милан снова и нашла другие интересные магазинчики, которыми была очень довольна. С тех пор Милан – это любимое место для шопинга. Париж я тоже люблю, но шопинг вам покажется там более дорогим. Там интересно гулять. На канале YouTube Марина Быстрова есть видео про шопинг в Париже. Там я также детально про все рассказываю. А вот аутлет, находящийся в центре Милана. Площадью примерно 200 квадратных метров женский этаж и 200 квадратных метров мужской этаж. Этот аутлет меня приятно удивил. Ассортимент прекрасный. Можно приобрести кошелек, к примеру, по карабанам за 30 евро. Сумки именитых брендов по низким ценам, зонты, обувь, платья, костюмы. Если вы поедете только в этот аутлет, тогда на шопинг вам понадобится один день вместо трех. Продолжение рассказа про шопинг в Милане смотрите в части 2 и части 3.